Собираясь на отдых в Испанию, есть смысл выбрать город Калелья, Калела, на побережье Коста-дель-Мирисме. Подходит и новичкам и опытным. Туристы выбирают Калелью по трем причинам, во-первых недалеко от Барселоны, большинство чартеров из России летит именно туда, во-вторых хороший пляж, в-третьих недорогие отели. Пляж и море в Калелье. Пляжи в Калеле песчаные, это большой плюс. Все пляжи муниципальные, поэтому вход, пользование душем и туалетами бесплатное. За 5 евро можно взять зонтик или шезлонг. В основном люди загорают у моря на своих полотенцах. Если собираетесь часто ходить на пляж, то есть смысл купить складные кресла и зонтики. Вход в море достаточно крутой, пара метров от берега и сразу глубина выше головы, так что отдыхая с детьми, смотрите за ними в оба глаза. Калелья, достопримечательности и экскурсии. Городок Калелья, сравнительно небольшой. Туристический бизнес стал развиваться в Калелье в конце 60-х. В настоящее время это один из популярных туристических центров в Коста-Моресме и недалеко от Коста-Браво. 1. Маяк в Калелье на южной оконечности пляжа одна из популярных достопримечательностей города. Построен в 1959 году. 2. Башни Лестер-Ритес. За полчаса неспешной ходьбы можно дойти до смотровой площадки с башнями 19 века. Отсюда открывается великолепный вид на море и леса вокруг Калельи. 3. Променад вдоль моря в Калелье Длинная аллея вдоль моря, очень востребованная туристами и местными жителями места для отдыха, прогулок и занятий спортом. 4. Парк Далмау. Отличное место для пеших прогулок во время сиесты, причем совсем недалеко от центра города. Здесь много хвойных деревьев, отличный воздух и хороший вид на Калелью. Сейчас читают, город Толедо в Испании, 18 самых интересных мест, цены и фото куда поехать из Калельи самостоятельно. Калелью выбирают те, кто хочет не только валяться на пляже, а еще и самостоятельно поездить по Испании. С этой точки зрения, большой плюс Калельи в том, что через город проходит железная дорога. Из Калельи можно самостоятельно съездить в Барселону, Блонес, Жирону, Тоссу-де-Мар, Монастырь Монсеррат, Фигейрас и Портбоу и даже слетать во Францию, Ницца, Канны, всего час лететь, и Монако. Кстати, из Калельи легко можно съездить в музей Сальвадора Дали самостоятельно, это дешевле и гораздо интереснее, чем с экскурсией. Как доехать из Калельи в Барселону, Жирону. Город очень удобен для тех, кому нравится ездить по Испании самостоятельно. Можно хоть каждый день ездить в Барселону на электричках линии R1, час езды, Жирону, Фигейрас и другие города. Из Калельи в Тоссу-де-Мар с пересадкой на автобус в Блонесе. Близлежащие города Лорет-де-Мар и Тосса-де-Мар легко доступны на рейсовых автобусах с пересадкой в Блонесе, до Блонеса на электричке, а затем на автобусе. Ходят раз в 10-30 минут, полное расписание и цены СМ. Здесь, расписание и цены на автобусы Блонес-Барселона смотрите на офф. сайте, экскурсии из Калельи, куда можно съездить, цены. Город настолько удачно расположен, что сидеть в отеле точно не придется. Лучше всего наметить заранее, куда поехать. Например, сперва на день в Барселону, а затем по собственному маршруту. Например, уехать на пару дней по маршруту, Жирона Фигарос Розис Кадакес и прочувствовать лично, что вдохновляло Сальвадора Дали. Сейчас читают, аренда в Испании, как снять апартаменты, квартиру или виллу Нидорова 1. Искалели в Барселону. Если вы никогда не были в Барселоне, то обязательно посетите столицу Каталонии самостоятельно или с экскурсией. Экскурсии лучше заказывать не в отеле у Турапиратара, а у местных гидов. Дешевле всего забронировать интересные экскурсии на русском языке онлайн, здесь цены на экскурсии. После Барселоны можно устроить самостоятельные экскурсии по интересным местам. Для этого достаточно купить обычный билет и сесть на электричку. Вот, что можно посмотреть, 2. Искалели в Тоссу де Мар. Живописный город-курорт на Коста-Браво. Доезжайте до Бланиса на электричке, затем на автобусе. В Тоссе де Мар прогуляйтесь по древним крепостным стенам, красивой набережной и уютным улочкам, 3. Музей театр Сальвадора Дали. Из Бланиса очень удобно съездить в музей Сальвадора Дали самостоятельно, это дешевле и значительно интереснее, чем с экскурсией. Электричка Бланес Фигерас отличное решение для однодневного тура. 4. Кадакес. Если вам понравится путешествовать самостоятельно, то следующую поездку планируйте в белоснежный городок Кадакес, который так вдохновлял Сальвадора Дали, очень красиво, на самом деле недалеко очень много красивых небольших городов, невероятно разнообразных. Самые интересные находятся к северу. Можно устроить небольшой трип на автобусах, Жерона, Бессалу, Банёлиос, Алот из Барселоны или Жероны можно дешевой слетать на лазурное побережье Франции на пару дней, чтобы посмотреть Ниццу, Монако, Канны. Как это сделать, читайте, как добраться из Барселоны в Ниццу. Вот еще увлекательные и недорогие экскурсии, сейчас читают, как добраться в Толедо из Мадрида самостоятельно, инструкция и лайфхаки отеля Калельи, где лучше остановиться. Отели Калельи в большинстве своем относятся к разряду бюджетных. В основном это простое и по испанским меркам недорогое жилье. Кроме того очень популярны апартаменты. Про то как недорого снять апартаменты в Испании и здесь. Например, я останавливался в отеле Нептуно. Вполне обычный отель, в нескольких кварталах от пляжа, недорогой, чистый и даже с маленьким бассейном. Недорого в Калельи можно забронировать отели с неплохим видом на море. Если отель вам нужен только, чтобы поспать и помыться, а все свое время вы будете проводить время на пляжах или в поездках, значит отели Калельи вас полностью устроят. Тем более, что цены на отели в Калельи оправданы ниже, чем, например, в Сочи. Однако, если собираетесь на отдых самостоятельно, позаботьтесь о жилье заранее, не дожидаясь начала сезона. Особенно, если ваш отпуск в августе. Самые лучшие бюджетные отели здесь раскупают за полгода вперед. Как добраться до Калельи? Добраться из Барселоны до Калельи очень просто на электричках по линии R1. Кроме того, до Калелы можно доехать и из аэропорта Жирона автобусом даже, до вокзала Бланиса, а там опять-таки пересесть на электричку, но уже в направлении Барселоны. Резюме, Калельи отличный курорт для спокойного пляжного отдыха в Испании. Впрочем, для тех, кто ищет что-то еще для отдыха на море, вот список мест, куда поехать на отдых в Коста Браво.